Сегодня поговорим про неочевидную проблему, с которой редко сталкиваются иностранцы, прибывшие в Турцию. Информации в сети, про проблему, о которой мы сегодня будем говорить, практически нет. Но мы хотим дать подробные инструкции, что с этим делать. Бывают случаи, когда ты приехал в Турцию и пошел оформлять тебе сим-карту, а сотрудник салона связи после ввода данных твоего паспорта говорит, что сим-карту продать тебе не может. Или оформляешь ДНН, но после ввода данных своего паспорта, система пишет, что человека с такими данными не найдено. Что с этим делать и что это значит, сегодня узнаешь из нашего видео. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, если ты испытываешь проблемы с покупкой сим-карты и никак не можешь оформить ДНН, а ведь без решения этих задач и на ВНЖ не подастся, проблема в том, что по прилету при прохождении пограничной службы, вот в этих вот стеклянных гудках, система неправильно считала данные твоего паспорта при сканировании. А человек в форме не заметил этого, и ошибка в турецкой базе данных так и осталась. Именно поэтому, где бы ты не предъявлял свой паспорт, абсолютно везде будет вылезать ошибка либо надпись об отсутствии человека с такими данными. Ошибкой будет считаться малейшее несовпадение с твоими данными в твоем же паспорте. Это может быть ошибка в фамилии или имени, номере паспорта или неправильная дата въезда. Так что же с этим делать? А я расскажу. И даже немножечко покажу. Нужно ехать в аэропорт прилета в будний день. Внимательно. Именно не в выходные, а именно в будний день. Часы работы. Не вечером в 7 или 6 часов, а вот прям в утренние часы в будний день. Перед этим вновь сходи в какой-нибудь салон связи и попроси оформить на себя сим-карты. И когда вновь сотрудник скажет, что не может этого сделать, попроси показать, что видит сотрудник салона на своем планшете. И сфотографируй его экран, то есть экран его планшеты. А еще при оформлении ННН также сделай скрин этой ошибки, которая вылазит. После выбирай день и утром езжай в аэропорт, который тогда прилетел. В аэропорту необходимо подойти в зону международных вылетов. Сотрудникам на стойке информации. По-турецки это Денишма. Если у тебя нет английского, предварительно скачай говорящий переводчик, чтобы было проще объясняться, иначе задолбешься. Сразу наберись терпения и будь настойчивым, будет нелегко. Там на стойке объясни свою проблему. Только не говори, что из-за ошибки не можешь купить сим-карту или оформить ННН. Для сотрудников аэропорта это не является аргументом. Они будут рекомендовать обратиться в другой салон связи. Ну попробуйте сходить в другой салон связи, вам скажут. Когда будешь говорить про налоговый номер, такс номер ты будешь называть, будут отправлять в кассу такс-фри. Нужно сразу говорить, что не можешь получить и комет. В итоге, когда тебя наконец-то поймут, то разрешат подойти к стеклянной будке, где сидят пограничники. Там уже придется вновь объяснять свою проблему. После этого могут пригласить англоговорящего сотрудника, которому ты вновь будешь объяснять все то же самое по кругу. Когда наконец тебя поймут, попросят твой паспорт и сами посмотрят в этой будке твои данные в компьютере. И когда увидят ошибку, позовут пройти прямо вот в будку и укажут на ошибку. Ну, выдыхать рано. Просто так взять и исправить тут же ошибку нельзя. Они попросят тебя написать заявление на турецком языке, где ты просишь исправить ошибку. Для этого используй гугл-переводчик, либо проси помощь заявлением сотрудницу стойки информации. Иногда даже полицейский подключается к помощи в решении этого вопроса. Когда напишешь заявление, отдавай его тому сотруднику, который тебе его дал. Срок рассмотрения заявления 8-10 дней. После написания заявления остается только ждать. Никаких сообщений на этот счет, что, мол, ошибка исправлена, лишите, не будет. Нужно периодически либо приходить в салон связи и пытаться купить симку, либо опробовать оформлять ИНН. Если же придешь в аэропорт в выходной день решать свою проблему, то большая вероятность, что от тебя отмахнутся и отправят в Анкару. Так что иди исключительно в будний день и в рабочие часы. Так что если сталкиваешься с такой проблемой, что ни симку не купить, ни налоговый номер не оформить, а значит и на ВНЖ не подаст, то знай. Проблема в ошибке, которая закралась в турецкую базу данных. И еще совет. Когда проходишь пограничную службу по прилету в Турцию, проверяй, чтобы печать о дате прибытия была четкая. А то и с этим может быть неприятная история. Иногда так бывает, что печать или смазанная, или до конца не пропечатанная, что цифра однозначно не ясна. И тогда там, где необходимо показывать эту печать, например, салон связи или при подаче документов на ВНЖ иммиграционной службе, возникает проблема. Они могут однозначно прочитать дату и считают, что с паспортом что-то не так, и отказываются его принимать. Такая проблема была у нашего приятеля. Никита, привет! У него в паспорте, в этой вот самой печати, не пропечаталась часть цифры. Он прилетел 28 числа, а в печати будто бы казалась цифра 23, то есть тройка и восьмерка. Восьмерке не пропечаталась частица. Хотя, если приглядеться, то было видно, что часть цифры просто не пропечаталась полностью, она там очень блеклая. И таким образом дата вылета и дата прилета не соответствовали. Но гадать никто не будет, разглядывать там под разными углами вашу эту печать, видят четко стоит 23, все, и возникает подозрение, что с паспортом что-то не так, или ты нелегал. Да, ему так и спросили, вы вообще легально в стране? И ему пришлось обойти кучу салонов связи, чтобы ему продали симку, так как смотрят печать и сразу говорят, что нет, продать вам не можем симку. Паспорт – проблема. И только единственный салон связи разглядел эту блеклую сторону цифры. И это хорошо, что ему еще и в НЖ не нужно было. А то такую печать и не откселить же даже. На ксерокопии уж точно было бы не видно, эту 28. Видно бы четко 23. Пришлось бы и в этом случае, наверное, идти в аэропорт и просить, чтобы тебе вновь проштамбовали паспорт. Так что относись внимательно к своим документам, так как оказывается, что такие проблемы порой возникают. Особенно если ты планируешь не просто отпуск, а подаваться с этим паспортом на ВНЖ. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, если видео было полезно. Свои вопросы, замечания, предложения, истории оставляй в комментариях. Если хочешь задать вопрос анонимно или историю рассказать также анонимно, то присылай на нашу почту, указанную под видео. Подняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!